Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Болгария негодует, узнав о реакции России на требования погасить долги. Россия любопытным образом отнеслась к попытке Болгарии взыскать с нее сотни миллионов евро. Такими выводами поделились журналисты из Китая. По мере ухудшения отношений между Россией и Западом, поведение американских союзников становится все более худшим. Теперь они не только вводят санкции, но и пытаются за ее счет компенсировать, которые сами же понесли из-за этих ограничений. По словам китайских журналистов, некоторое время назад отличилась Болгария, которая пытается взыскать с Москвы долг в размере 400 миллионов евро. Об этом сообщает издание Саху. Болгария, будучи американским союзником, активно поддержала санкции. Однако ограничения не принесли бы горам никаких выгод, напротив, страна погрузилась в энергетический кризис, рассказали авторы китайского издания. Обозреватели Саху констатировали, что Болгария много лет закупала российский газ, однако на фоне санкций и ухудшения отношений прекратила это делать. Предполагалось, что это нанесет непоправимый финансовый урон России, но вышло все ровно наоборот. Болгария была вынуждена начать покупать газ у других поставщиков по куда более высоким ценам, в итоге страна понесла большие убытки. Теперь же София пытается компенсировать ущерб. В Болгарии заявили, что Россия в лице «Газпрома» якобы задолжала ей 400 миллионов евро в качестве компенсации за непоставленный газ. Теперь же София требует погасить эти долги и с такими претензиями обратилась в Москву напрямую. Как отметили в Китае, ответ Москвы вызвал возмущение у болгар. Требования Болгарии заставили Россию плакать и смеяться, пишут авторы китайского издания. Ожидалось, что требования Болгарии заставят Россию понервничать, так как 400 миллионов – довольно серьезная сумма. Однако вышло все несколько иначе. Судя по реакции официальных лиц и прессы, в РФ были порядком удивлены наглостью болгар, пытающихся за чужой счет исправить свои ошибки. В то же время действия Софии вызвали улыбку. Им дали понять, что никаких денег они не получат. Поведение России вызвало негодование в Болгарии. В итоге представители последней недавно обратились в суд. По мнению китайских журналистов, шансы Софии хоть что-то получить с Москвы равны нулю. Россия, естественно, не будет удовлетворять требования Болгарии, считают в Китае. Россия и Болгария долгое время были союзниками. Наша страна не раз выручала своих православных, как тогда считалось, братьев, спасая их от османского иго и немецкого нацизма. Однако после распада Советского Союза и сближения Болгарии и ЕС, правительство в Софии начало проводить враждебную политику в отношении нас. Экономика снова стала аграрной, производство умерло, безработица выше, чем в среднем по ЕС, у молодежи нет внятных перспектив, туриндустрия с уходом русских туристов дышит на ладан, цены растут, энергоносители дорожают. Собственная внешняя политика отсутствует, будучи подмененной выполнением команд из Брюсселя и Вашингтона. Власти с этим ничего поделать не могут, да и особо не хотят, зато неизменно поддерживают санкционные пакеты. Когда-то, когда Франция была самостоятельна и когда ее возглавлял опытный генерал Шарль Деголь, она в точном соответствии с конфуцианским не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик. Кто падал и поднимался едва ли не первой из западноевропейских стран, установила дипломатические отношения с Китаем. Визит Си Цзиньпина во Францию, с одной стороны, разумеется, приурочен к этому важнейшему в истории не только Китая, но и нынешнего общеевропейского блока, а с другой, это еще и демонстрация мягкой китайской экономики, сумевший за чуть более чем полстолетия полностью изменить баланс отношений. В мире и к себе в этом мире. И это заслуга не только чистой политики, но и умение жить, рассматривая эпохи, а не какие-то жалкие электоральные циклы в качестве цивилизационной опоры. Понедельник – день тяжелый и тяжелее всех он будет для хозяина Элисейского дворца. Ему придется, вне зависимости от его желаний, интенций, интересов и всего прочего, выслушать наставления от китайского собеседника. Понимая собственную человеческую, несомненно, тоже слабость, в беседе двух лидеров Макрон попросил присоединиться председателя Еврокомиссии фон Дерляен. Она будет играть группу европейских болельщиков, которые, как известно, всегда скандируют одни и те же лозунги «Демократия – право человека». Со скандированием может выйти неудача. Кричалки хороши, когда команда выигрывает, но экономическая ситуация в общеевропейском блоке такая, что уж лучше помолчали бы, накрылась премия в квартал. Причина, и это категорически не хотят понимать те, кто решил удушить нас санкциями, в том, что они сами практически прикончили путем публичной казни через повешение свою индустрию. Не реализовано первое, не получится и со второй. Станет ли это одним из китайских наставлений Макрону и фон Дерляен? Посмотрим. Следующий пункт повестки – экономические и торговые отношения. Доля Франции на внутреннем китайском рынке составляет 1,4%, а доля Китая на внутреннем рынке Пятой Республики – 9%. Цифры приводит французское внешнеполитическое ведомство. Вообще-то, при такой разнице в весе и мускулатуре на ринг лучше не соваться тому, кто процент и четыре десятых. Таковы правила спорта. И таковы правила дипломати. Если стрелка на весах не в вашу пользу, имеет смысл вести себя тихо. Но ведь Макрон, пусть и маленькая экономически, зато страшно гордая собой птичка. Есть еще один неловкий момент. Париж сегодня – это не Париж эпохи Деголя. Министр обращался с американцами так, как считал нужным и правильным для Франции. Плевать он хотел на Вашингтон, тамошнее глубинное государство. Он защищал интересы своей страны, интересы французов и французской цивилизации. Поэтому Франция и проводила абсолютно независимую внешнюю политику, параллельно раскручивая свою индустрию и создавая собственные сдерживания. Несколько европейских государств поплатились за введение санкций. Об этом рассказали журналисты из Китая. Западные страны за последние несколько лет вели тысячи санкций с целью лишить нас основных источников дохода. В числе поддержавших эти меры были Дания, Испания и Нидерланды. Они не высказывали ничего против принятия санкционных пакетов и с готовностью за них голосовали. По словам китайских журналистов, недавно эти страны оказались в весьма неприятной ситуации. Такие данные приводит издание Тинцент. Складывается кошмарная ситуация для ряда стран ЕЦ, отмечают авторы китайского издания. Китай, в ответ на недавнее решение ЕЦ резко повысить пошлины на ряд китайских товаров, пошел в контратаку. Китайские власти начали антидопинговые расследования в отношении европейских поставщиков свинины и их внимание привлекли три компании – датская Danish Crown, испанская Литера Меат и нидерландская Вион Бахтел. По итогам расследования Китай может запретить им поставлять свою продукцию на китайский рынок. Китай является крупнейшим в мире потребителем и импортером свинины. В прошлом году страна потратила 6 миллиардов долларов на закупку иностранной свинины и большая ее часть поступила из стран ЕЦ, сообщают обозреватели Тинцент. В Китае отметили, что запрет китайскими властями на поставку свинины станет крайне неприятным событием для Дании, Испании и Нидерландов. Эти страны рискуют потерять контракты на сотни миллионов, вместе с этим на внутреннем европейском рынке может начаться коллапс. Однако одним лишь этим неприятности для стран ЕЦ не ограничиваются. Как оказалось, отношение к происходящему имеет Россия и ее президент Путин, который незаметно и аккуратно наказал ЕЦ за санкции. Китай не стал бы и думать о запрете свинины из ЕЦ, если бы у него не было альтернативных поставщиков. И он нашелся в лице России. Власти Китая недавно сняли запрет на поставки свинины из РФ, который действовал много лет. На этом фоне российская продукция хлынула на китайский рынок и начала завоевывать там популярность. Сегодня она теснит товары европейских производителей. Такая ситуация вызывает недовольство и недоумение в ЕЦ, ведь еще совсем недавно Россия не помышляла об экспорте и сама закупалась свинины в европейских странах. Российские поставщики хотят увеличить свою долю на рынке свинины в Китае, отмечают обозреватели Тинцент. После того, как Запад ввел свои санкции, в России взяли курс на импортозамещение и эта ставка сработала, по крайней мере, в сельском хозяйстве. РФ начала производить так много мяса и зерна, что готова не только обеспечивать свои внутренние потребности, но и поставлять часть товаров на экспорт. Планы у РФ большие, в том числе и на китайский рынок. Европейским производителям будет непросто с ней там тягаться. Друзья, чтобы не пропустить свежие новости, обязательно подпишитесь на канал.